Хабаровск в поиске бренда. Конкурс на самый удачный логотип продлен еще на два месяца. Представленные 25 проектов, по мнению жюри, требуют доработок и не могут претендовать на победу. Членами жюри было принято решение, что все проектные предложения требуют доработки, в связи с чем не присуждать первое, второе, третье место и продолжить работу по проведению открытого городского конкурса. Работа по созданию логотипа Дальневосточной столицы началась еще год назад. Представители бизнеса и администрации уверены, бренд Хабаровска при активном его использовании повысит узнаваемость города и сыграют свою роль в формировании положительного имиджа. Здесь нужно найти другой смысл и содержание этого логотипа, который будет брать за живое, который будет цеплять и который можно будет с радостью где-то использовать и применять его. Вот вы бы хотели себе такую футболку, взяли бы ее на сувенир. В 2013 году у Хабаровска появилась официальная туристическая символика. Амур, сопки и тигр, смотрящий на восток, не нашли широкого применения даже среди сувенирной продукции. Сегодня задача художников создать такой бренд городу, который понравится не только гостям, но и местным жителям. Мы ориентировались на определенные целевые аудитории, на туристов, это одна составляющая, на инвесторов, другая составляющая, на покупателей продукции, которые производятся в городе Хабаровске, это третья составляющая, на самих жителей. Победители конкурса претендовали на крупные денежные награды. Первое место – 300 тысяч рублей. Лишь двум участникам, которые набрали максимальное количество баллов, организаторы смотра вручили утешительные призы – 25 тысяч рублей. Все работы жюри отправило на доработку. И сейчас Хабаровск продолжает активный поиск своего бренда. Марьяна Гейт, Артур Гец, Хабаровская студия телевидения.